Длина маршрута всего 4 километра. Кажется преодолеть его по силам даже тем, кто раньше никогда не стоял на лыжах. Но воспитанники военно-патриотических клубов шли не по лыжне, а по пересеченной местности, да и одежда не облегчала им спортивную задачу, скорее наоборот усложняла. Все больше и больше людей. Есть абсолютно новички, кто не только на таких деревянных военных лыжах, но вообще на лыжах еле стоял. Для них проводились тренировки, специальные походы, подготовительные. И есть люди, которые уже из года в год принимают участие в этом мероприятии. Они уже понимают, что ожидать, как действовать. И поэтому действия все активнее, слаженнее, массовее. В основном, конечно, участвуют ребята из военно-патриотических клубов. Это мероприятие дает им возможность почувствовать себя сопричастными к Великой Отечественной войне. То есть ребята именно в форме, в снаряжении 41-го года на лыжах образца тоже военного времени проходят маршрут. Для военно-патриотического мероприятия «Снежные тропы», в рамках которого проходил поход, лыжи собирали, можно сказать, всем миром. Они должны были быть деревянными, желательно советского производства. Еще одно препятствие на пути походников – вражеская засада в лесу. Правда, наши воины признаются, что заметили ее сразу, поэтому и обошлось без потерь. И хотя 4 километра «Снежных троп» девчонкам и мальчишкам из военно-патриотических клубов дались непросто, променять такой поход на простую лыжную прогулку они не готовы по многим причинам. Потому что, во-первых, засады не будет, а во-вторых, это все история, то есть это интересно, чтобы наши потомки не забывали о том, какими были наши предки. И, в принципе, весело. Завершать военно-патриотическое мероприятие – работа интерактивных площадок. Например, на этой можно попробовать себя в штыковом бою. Вторая часть военно-патриотического мероприятия «Снежные тропы» была рассчитана на отдыхающих в парке. Чтобы и они смогли совершить небольшое путешествие во времени, организовали площадки для метания гранат, выставку оружия и повесили мешок с соломой для закрепления навыков работы со штыком. Делаем с небольшим подшагом и удар вперед. Наша задача – его проколоть. Поразить цель штыком, пусть даже четко зафиксировано, только кажется легче легкого. В этом на собственном опыте хотели убедиться многие. Кто-то из отдыхающих в парке фотографировался с участниками похода, кто-то изучал оружие. Интерес у отдыхающих был налицо. А значит, ожидания организаторов оправдались. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Рекомендую.